Господа, уже неоднократно для вас я рекламировал продукцию компании Carcam И сегодня интереснейшая тема Тема для тех, кто любит ездить именно по навигатору Так вот, это тот навигатор, в который встроен видеорегистратор Ёптель, я пропащил бортовой компьютер себе Наконец-то нормальная магнитола в понторезке Это автомобильный Full HD видеорегистратор и навигатор в одном устройстве В качестве навигатора был выбран сам Яндекс.Навигатор Он не только укажет путь следования, но даже покажет вам пробки, стоянки Предупредит об авариях и расскажет, где стоят камеры А чтобы Яндекс.Навигатор нормально работал, есть слот для сим-карты, которая уже идет в комплекте А работает это все на андроиде По сути, такой маленький-маленький планшетик А значит, на него можно установить любые приложения из плей-маркета Проходите по ссылочкам в описании под этим видео И покупайте Carcam Atlas 2 со скидкой 10% по промокоду ACADEMICATLAS А еще Carcam проводит розыгрыш призов в своей группе ВКонтакте Так что проходите также и туда, подписывайтесь и выигрывайте на Новый год себе подарочки Вот так вот Итак, господа, сегодня видос затронет чувства верующих Верующих в автомобилизм Прямо вот честно Потому что тема бомбящая, тема посвященная, конечно, пацанам То есть это тема людей молодых, скорее всего, которые еще верят, что турик песня Вышка валит и это моя машина на всю жизнь И машина это часть души, машина успокаивает, машина друг Машина это вообще лучшее, что может случиться с человеком в жизни И машина это вселенная, машина это жизнь Ради машины можно умереть, ради машины можно жить И вообще, что машина затмит собой, в принципе, все остальное То есть если у тебя есть машина и та машина, которую ты любишь То машина, соответственно, полюбит тебя Есть же противоположное мнение Которое говорит о том, что машина это все-таки груда металла И сегодня мы попытаемся в этом разобраться Вообще, машина, покупка машины это по любви или ради денег? Вот, вот Как же предать машину, знаете, вот эти пацанские паблики, цитатки Где рука на руле успокаивает только дальняя дорога Да, да, конечно, спросите у тех, кто уснул за рулем Насколько их сильно успокоило Навсегда успокоила эта дальняя дорога Они до сих пор там под камнем лежат и думают Как же мне теперь все-таки спокойно Меня больше никто не пилит Ведь в ящик на глубине 2,5 метра жена не достучится Автомобиль для многих Это огромная часть жизни, собственно Вот ярчайший тому пример Человек, который живет автомобилями Ради автомобилей и вообще делает все, что в принципе он делает Ими дышит И если сейчас отобрать у меня тачки То, наверное, будет очень грустно А я уеду нафиг гнить на хутор в Карелию Там будет вообще нормально Там есть лопата, бобры, да Че еще? Тонкий лед и воспаление Вот, в принципе, все И этого хватит, чтобы в этом провести всю жизнь, понимаете То есть человеку, в принципе, много не надо Автомобили, конечно, это немного более широкое понятие Чем бобры и лопата Да Здесь все-таки заниматься этим надо Тем не менее, многие слишком сильно превозносят значение это слово То есть покупая, в принципе, хочу сказать, что это одно из мнений То есть мы рассмотрим их все Допустим, вот одно из мнений Парень, молодой, запал тос, покупает себе жигу Начинает ее корчевать Я его поддерживаю Это хорошо Он занимается правильными вещами Потому что эту вещь можно в любой момент бросить, когда она тебе надоела И она никогда не сделает тебе хуже То есть ты в любом случае обретаешь только новые знания С небольшим риском, потому что эта жига все-таки для жизни, понятно Но если есть голова на плечах, у тебя будет все хорошо И у тебя руки начнут расти из правильного места В общем, ты делаешь правильную вещь Но не нужно превозносить это в культ Жига это не твой друг Это не твои родители Это не твоя душа Это не твой ангел-хранитель Это не твоя подруга Она не заменит тебе ничего Жига это просто железо То есть с другой стороны И когда люди говорят, что вот я купил эту тачку И, так сказать, я в нее верю И она верит в меня, она меня спасет Я на самом деле верю, что нет Потому что ты купил эту тачку не потому, что она там Твой кто-то там альтер-эго какой-то Или твой родственник, или близка тебе по духу Ты купил эту тачку, потому что у тебя был полтос По факту ты с этой тачкой ради денег Вот в чем прикол А не ради того, что она твой друг И там тебе кто-то там по жизни На самом деле нет Это все сугубо коммерческие отношения Так, здорово Ты пришел погреться, да, ко мне? Ты что, ты что, дрожишь? Нет, не дрожит, ему тепло, хорошо Вот это, понимаете, это вот, это, это шок, да? Он еще может быть другом Потому что это живое существо, которое действительно испытывает эмоции Ну, которому действительно вот сейчас и холодно Вот он пришел, ой, дрожит бедняга Надо тебя в машину спрятать Он пришел, согрелся и начинает мурчать у меня на руках Вот это, я понимаю, это существо, да Машина существо чуть более циничное Потому что чем больше вы в машину вваливаете денег Тем больше она дает вам отдачи То есть машина, опять же, с вами так же ради денег Даже если вы не парень с жигой за полтос Хорошо, вы парень с туриком У вас было 200, 500, неважно У вас может быть даже лям Вы в турик вложили много, да? Потому что действительно он стал валить У него есть теперь блокировки, куча всего Это лютый корщ, но это по-прежнему турик И такой он только потому, потому что вы в него ввалили своих денег То есть он с вами тоже ради денег И вы с туриком, собственно, тоже ради денег Потому что не будь у вас турика, не будь у вас ляма А будь у вас два Возможно, вы бы взяли супру, закорчевали дико А возможно, вы бы взяли геттер То есть, опять же, нужно понимать, что вы с тачкой потому Что у вас есть ровно Вы с ней ради денег И она с вами ради денег Если у вас будет больше денег Вы уйдете кто и кто богаче И та, кто богаче будет с вами Потому что у вас есть эти бабки Понимаете? И у вас не важно, какая машина Только потому, что у вас были на нее бабки Любой, первый и единственный, по сути, самый главный определяющий фактор При покупке автомобиля Это сколько у вас есть на нее денег Это одна позиция Вторая позиция, когда вы покупаете третью машину Вторую, пятую Вот тогда это покупка по любви Но это исключение Это такие люди, как я Это какие-то другие люди, которые просто богаты Или сумасшедшие люди У которых, допустим, машина повседнев может стоить 100 тысяч А машина, которая корч может стоить миллиона-полтора Но это исключения, лишь подтверждающие правила Но, к сожалению, на эти исключения опираются другие ребята У которых эта машина единственная И я считаю, что единственная машина Не может быть прям другом А, Серега Стилов исключение Погоди, у Сереги Стилова, у нее корч На котором он ездит каждый день И которая его душа, и символ И в принципе Но вот опять же, Серега Стилов Он подтверждает правила своим исключением Потому что это уникальный человек для меня Как бы кто к нему не относился Тем не менее Кстати, можете зайти на его канал Если что, Сергей Стилов или Стилов Дэйли Так, наберите в Ютубе Если вдруг кто-то не знает Да все знают Серегу Стилова, господи И посмотрите, как человек ездит на этой сливе Зимой, летом, короче, весной, осенью Бьет, чинит, ездит на ней дальше, дрифтит Это его такая действительно по жизни подруга Но я таких людей знаю Человек 5-6 по жизни Боря Львовский, ЛКМ, кстати, да Это тот же самый дикарь И вообще ЛКМ-овцы Они, в принципе, все дикари В моем понимании И в хорошем понимании этого смысла слова Они ездят на тех машинах На своих, на которых я бы на каждый день никогда не ездил Они на них ездят каждый день Но это такие некоторые узкозамнутые сообщества На которые многие парни ориентируются И говорят, что вот моя тачка Это реально продолжение души Но на самом деле нет Потому что все-таки, ребята, это ради денег Кто бы как ни говорил Я не верю, что вот вы сейчас Вот Сколько бы ваша тачка Хорошо, у вас машина за 3 миллиона Вот вы ее строили сами Все, вот вы прям красавчик К вам приходит дядька и говорит Я куплю ее у тебя за 5 При том, что она реально стоит 3 Да 95% людей ее продадут Ради денег Потому что у них есть 3 Они построили Понимают, что она даже 3 на самом деле не стоит Она стоит 1,5-1 Потому что в нее ввалено просто немерено Если сейчас за нее предлагают 5 Я за 5 куплю другую И вот тогда точно построю тачку для души Да, да, да Но ты все равно строишь ее Потому что теперь у тебя есть 5 А потом ты построишь ее за 5 И вдруг, представляешь Пролетает волшебник в голубом вертолете И говорит тебе, а давай за 10 тебе вот И ты ее, да продашь ты ее Продашь ты ее за бабки при первой же возможности Потому что тачка на 95% ради денег На самом деле Проект дешевки тому прямое доказательство Хозяева дешевок Эти тачки тоже когда-то очень любили И они их покупали Вы посмотрите, кого мы встречаем Мы встречаем отличных людей, добрых Которые всегда помогают нам даже при продаже Наконец-то, чтобы я от них уехал Им на нее не пофиг У них в глазах видно, что они немного грустят Они все думают, что они ее покупали за другие деньги Сколько в нее вложили И через многое с ними прошли Дешевки, как правило, это путь более Но в итоге они все равно их продают ради денег Потому что выручить на них... Потому что руки опускаются в итоге А в конечном итоге, как бы руки, когда уже опустились Вступает вопрос в силу такой, что нужно выручить бабла Несмотря на то, что и ты был готов это поднимать Но разные жизненные обстоятельства в силу уступили И все И ты ее отдаешь ради денег Потому что у хозяев дешевок На замену приходят, знаете что? Кредитные тошноты Убогие И часто хозяева дешевок это сами признают Что они берут скучные, простые тачки На которых можно просто ездить Потому что они их купили для чего? Ради денег Они вместо дешевок, которых вкладывали душу На которых ездили много лет Приходят к выводу, что так Мне нужно посчитать выплату по кредиту Мне нужно просто посчитать свои деньги Мне нужно жить Понимаете? Вот понятие машина это мой друг Я за нее там буду то да се Они приходят к понятию, что у меня кроме машины Оказывается есть еще своя жизнь Я уже много на эту тему говорил И все И все резко конвертируется И в итоге машина превращается инструментом С помощью которого можно просто передвигаться За определенное количество денег Но опять же я повторюсь Что это не аксиома Всегда есть люди, которые покупают 140-е Илкин, да? Возьмем Илкина Черно-белые Black and White Team Black Bizon, он же в инстаграме Сколько лет Илкин, я забыл Сколько лет ты тащишь этот 140-й? Сколько лет ты его тащишь? И руки до сих пор не опустились Вот кто бы что про Илкина не говорил Там мажор, там он все может Да при самых без... Поймите, каким бы кто мажором не был Илкин тем более мажором Ну не является по своей душе Сколько бы у Илкина не было денег Я не знаю сколько у него есть Все время он жалуется, что их не хватает Потому что у человека туча машин Которые он тащит 140-й, с которым он не сдается Да какая разница Героизм при любом количестве денег Восстановить 140-й это героизм Там уже не важно, мажор ты, Илкин ты Кто бы ты ни был 140-й поднять Это вот надо человеку ставить памятник Илкин на пути собственно к своему памятнику В хорошем понимании этого смысла В полный рост, обращенном на восход Желательно, чтобы все было красиво Я все-таки верю, что однажды он его закончит Но сколько я помню Я помню 140-й раньше, чем Илкина Это прикол С этого собственно я и начну Что есть человек, который восстанавливает 140-й Его зовут Илкин И по сей день это все и происходит Вы сами понимаете, ну вы чувствуете сколько это боли Даже потому что условно бюджеты безлимитные Но дело здесь не только в деньгах Дело в подходе Но таких людей очень мало И с такими мне очень интересно общаться Такие люди как правило и становятся автоблогерами Такие люди как правило и толкают эту движуху вперед Но если вы в эту движуху верите Понимаете, что эта движуха для тех людей Но у вас жизнь-то все-таки немножечко своя И у вас Вот это вот Введение автомобиля в свою жизнь В свои родственники Добавление его в статус ВКонтакте И прочее Может для вас сыграть очень злую шутку, парни Все-таки помните, что Вы делаете хорошее дело, ковыряясь в тачках Вы делаете хорошее дело И я вас всегда поддержу в этом Если вы там что-то строите Если вы ради этого горите, живете Сходите с ума Но отдавайте себе отчет в том Что за красивыми пацанскими фразами Которые вы двигаете И вот это вот Некое движение, которое вы развиваете Все-таки За вашим вот пылающим разумом Пылающим сердцем Которое вы готовы просто отдать И пересадить вместо Стукнувшей РБшки под капотом Ская Помните, что есть еще голова Которую нужно все-таки периодически Как бы вместо этого сердца подключать И тоже говорить, что Блин, что РБшка это круто Но в принципе 1.4 TSI На каком-нибудь Галимом Ваггруппе Чем-нибудь, не важно Как оно там все называется Какая разница Вот на этой вот С помойки просто драной В кредит купленной Тоже неплохой вариант Как бы его кто не ругал Потому что сколько бы у вас не было машин Помните, что у вас Женщин должно быть больше, чем машин И одна из них, по крайней мере Должна быть в конце этого пути Та, которая будет настоящей И которая с вами не ради денег А с которой вы действительно по любви И которая является вашим продолжением Руки, ноги, сердца, разума И которая успокоит вас в дальнем пути И которая лучше вместо тысячи слов И вместо любимого радио Потому что вот это действительно то На чем стоит остановиться И чему стоит посвятить Абсолютно всю свою жизнь Периодически сбегая в гараж Когда никто не против Вот это, ребят, оптимальный вариант Вот что такое для души А машины все-таки Это ради денег Да? За редчайшим исключением Но желаю вам всем этим исключением Искренне стать И чтобы в вашей жизни Тост такой, да? Закончим вот так И чтобы в вашей жизни Всегда было место И женщинам И любимому автомобилю Огромные вам всем удачи И пока